С детства человек должен понимать, и женщина в пиратном периоде девушка, что аборт это убийство. Вот если это будет воспринято таким образом, то количество абортов тоже уменьшится. Подростков просвещать, взрослым помогать. Выполнить максимум для сохранения еще нерожденного ребенка. Снизить сиротство при живых родителях. На этом построена работа Казанского центра умиления. И это легло в основу проекта «Татарстан за жизнь», который презентовали во время круглого стола. Среди приглашенных представители Альметьевска, Болгар, Нижнекамска. И не случайно проект получил президентский грант и теперь готов выйти за рамки столицы. Именно эти города станут площадкой для его реализации. Начнут, как ни странно, с врачей. Врачи не очень замотивированы в том, чтобы сохранять беременности. То есть у них, может быть, какие-то другие мотивы. И поэтому от позиции врача мы за то, чтобы все-таки быть с врачами-соратниками. То есть в этом плане, чтобы они нам оказывали поддержку. Мы им необходима поддержку оказывать. У нас есть все для этого методические материалы, информационные. Мы даже готовы оплачивать работу психологу женской консультации. Рождаемость в Татарстане падает третий год подряд. Если в 2015 году на свет появилось порядка 57 тысяч малышей, то в 2017 уже 48 тысяч. Столичные эксперты посоветовали, пытаясь изменить эту тенденцию. Не забывайте о мужчинах. Одного ребенка, конечно, женщина может сама родить. И просто, чтобы состояться, как мама. Ну, второго, может быть. Но третьего ребенка есть выражение «заказывает мужчина». Уж четвертого, пятого тем более. То есть для того, чтобы семьи были многодетными, для этого нужно, чтобы в семье был отец. Потому что женщина не будет рожать много детей, если у нее нет мужчины, на которого она готова опереться. Соответственно, получается, что работа с мужчинами – это очень высокий приоритет. Пока программа «Татарстан за жизнь» еще только входит в регионы, женщины, оказавшиеся без поддержки, могут получить еду, одежду и кров уже сегодня, обратившись по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР.